Друзья, всем привет, открываю вам новый влог. Сейчас с подсолнушком, надеюсь, что там хорошее освещение. Мы сегодня с Аней идем в очень крутое место. Мы идем в Высоцкий, а там находится самый высокий в России бассейн, который расположен на крыше него скреба. Я там еще ни разу не была. Вход туда стоит, получается, 2000 на человека. И там должны быть тапочки, халанты, 4 сауны. В общем, не знаю, посмотрим, как все это будет. Я вообще не знала, как сегодня одеться, потому что вчера мы ходили, я шла в кожаной курточке и в теплом костюме. Сегодня уже до 20 снова. Я поэтому пошла в таком легком платье. Завтра, послезавтра распогодится и снова будет 26-28 градусов. Так что погода уральская непредсказуемая, как всегда. Но, тем не менее, все равно я рада, что тепло. Пока жду Аню. Она взяла себе матч на фундучную. Мое любимое сочетание, вы знаете, кокосовое, фундучное, банановое. И самое забавное, то я вот прилетела к Ане на день рождения в Москву. Мы видели, я снимала вам влог. А сейчас Аня прилетела сюда. И поэтому мы вот пошли по таким интересным местам. Я сама там не была. Хотя она мне сейчас позвонила и сказала, что, оказывается, туда нужна предварительная запись. И сейчас она позвонила и сказала, что у них на сегодня все занято. Хотя по факту сегодня пятница. Не знаю, очень странно. В общем, сейчас попробуем туда попасть. Так, по факту, если не получится, то вся наша вот эта вот красивая идея, видимо, перенесется. И мы, может быть, поедем уже в другое место, в Баден. Так что не знаю, сейчас посмотрим. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ребят, я уже дома. Как раз пока ехала, вспомнила, не рассказала вам интересный момент. Как раз таки листала историю. В инстаграме наткнулась. Там на пост. Там было написано, что «Ты пять лет назад гордилась бы тем, кем ты сейчас являешься». То есть той, какая ты сейчас. Меня это так тронуло. Ты такая милая и, ну, глубокая фраза понятная. И мне стало интересно. Я, в общем, залезла к себе в этот, в архив. Посмотрела истории, которые я выкладывала там пять лет назад, четыре года назад. И мне как раз показало, почему-то у меня это 2017-го, где-то с конца декабря. Почему-то сторис сохранились, я не поняла почему. Ну, неважно. И там была сторис как раз таки вот в самом начале, конец 17-го, начало 18-го. Мне пришла кнопка от Ютуба, 100 тысяч подписчиков. И я посмотрела эти сторис, как я радуюсь. Какая там девчушка, еще такая маленькая, такая прям вот... Ой, вообще, меня прям тронуло так. Я подумала, господи, я тогда только закончила универ. Я думала, куда дальше идти. Я тогда, я же окончила высшую школу экономики. И я тогда на тот момент с помощником бухгалтера что-то пробовала. Потом я поняла, что нет, я хочу, я ищу себя. Я пошла на бровиста, на визажиста, работала визажиста. В общем, искала себя. И, блин, это просто такие эмоции, какой я стала сейчас. И мне бы так в какие-то моменты хотелось бы, знаете, подойти себя из прошлого, обнять, сказать, что все будет хорошо, что все будет классно. Я еще тогда без брекетов была. Вообще смотреть на себя, мне кажется, так забавно. И как раз таки, если вы тоже находитесь в поиске себя, я хочу вам рассказать о том, что у онлайн-школы дизайна контента сейчас стартует курс. Старт в дизайне. Это уникальная программа, которая нацелена именно на новичков в дизайне. Причем, неважно, кончили вы только институт или уже работаете, потому что данную работу вы потом можете совмещать, либо уйти работать на агентство, либо работать на себя, уйти во фриланс. Или как-то совмещать с основной работы и получать еще дополнительный доход. Почему именно дизайн? Потому что дизайнер это сейчас, мне кажется, самая востребованная профессия в мире. Потому что каждый день миллионы людей пользуются какими-то цифровыми сервисами, и их количество постоянно растет. Поэтому дизайнеры сейчас по факту нужны вообще, мне кажется, практически во всех сферах. В IT, маркетинге, пиаре, рекламе, искусстве. Даже вот очень многие блогеры, и я в том числе, задумывалась о том, чтобы запустить какой-то свой продукт. И мне даже для разработки какого-то логотипа тоже понадобится дизайнер. И помимо востребованности профессии дизайнера, также из плюсов это то, что вы можете работать на себя. Удаленно, из любой точки мира, как я уже сказала, вы можете либо совмещать с основной работой. Потому что ты не всегда знаешь, твое это не твое, хочется попробовать. И этот курс как раз-таки очень актуален и привлекателен тем, что вы попробуете 5 направлений дизайн. То есть вы во время обучения изучите 5 различных дизайн-профессий. Это будут моушн-дизайн, графический дизайн, дизайнер интерьеров и так далее. И из этих 5 направлений вы уже во время обучения на этой профориентации, вы поймете, какое направление вам ближе, какое направление вам интереснее. И далее вы уже осознанно выбираете по какому из выбранного направлению, которое вам откликается, вы уже начинаете обучение по профессии. Что самое главное, у вас будет очень сильная база, потому что преподаватели в Contented это арт-директора, владельцы агентств, топовые специалисты IT-компаний, которые работают с крупными брендами, такими как Яндекс, Гугл, и кстати, Ритейл Групп. Также вы научитесь работать, востребованы для дизайнера программах. Это будет Adobe Photoshop, Cinema 4D, Illustrator и так далее. И что самое главное, в школе дизайна контента делается упор на практику. То есть 80% из вашего обучения это будет практика. Практика на реальных задачах, стажировка в IT-компании, там будет комфортное обучение, где-то 4-10 часов в неделю. Вы можете потом просматривать эти уроки в записи. У вас будет готовое портфолио, вы сможете себя классно презентовать работодателю, бренду. И что самое главное, у меня для вас есть промокод на скидку в 45% на обучение по данному курсу StartDesign. Я оставлю промокод здесь на экране, также продублирую его в описании к этому видео. Промокод будет действовать по ссылке, которую я прикреплю. Действие этого промокода ограничено, поэтому успевайте воспользоваться такой возможностью. Это практически скидка в половину обучения. Не упускайте такой шанс, особенно если, как я уже говорила, вы ищете себя. Если хотите попробовать что-то новое, как я и обещала, я пойду смывать косметику. И заодно покажу вам свой вечерний уход. Все, что я делаю, какие у меня сейчас любимые баночки. И, может быть, даже с вами мы покрасим брови. Не знаю, потому что они у меня немножко светлые стали. Хотя сейчас с этим цветом волос вроде бы можно даже и не красить. Так, ну что, крошки, давайте покажу вам уход. Я думаю, мальчики сейчас до этого момента уже не досмотрели. В общем, покажу все свои любимые баночки именно из ухода. Если вам будет интересно посмотреть именно Beauty Must Have, что-то из косметики, обязательно мне напишите в комментариях. Если будет много комментариев, я уже, может быть, в сентябре сниму такое видео. Либо Beauty Unpacking с фаворитами, или отдельно фавориты, отдельно, например, распаковку косметики. Я посоветую косметолога. Взяла себе не именно это гидрофильное масло, но в целом. То есть у меня сейчас очищение кожи идет в два этапа. Это гидрофильное масло, поскольку у меня жирная проблемная кожа. И очищающая пенка. Мне очень нравится вот эта пенка от La Roche. Этот идет более такой, знаете, жесткий. Не то чтобы жесткий, он более такой серьезный гель для умывания. Он идет с салициловой кислотой. Поэтому если мне, например, нужно подсмыть тушь, я подсмываю тушь вот этой вот. Поскольку у меня проблемы кожи, я больше делаю акцент на аптечной косметике. Это Вен, La Roche, Биодерма. И здесь нет никакой рекламы. То есть это уже такие проверенные средства, которыми я пользуюсь. И если мне нужно, например, смыть какой-то стойкий макияж, очень мне нравится вот это вот гидрофильное масло от PAYO. Оно двухфазное. Это двухфазная смывка. И также у меня вот здесь была мицеллярка. Потому что раньше я смывала мицелляркой, потом пенкой. Потом поняла, что мне все-таки не хватает до очистить свою кожу. И поэтому, когда я использую гидрофильное масло и потом пенку, и потом я использую тоники, про них сейчас тоже расскажу, тогда у меня действительно кожа стала лучше. Плюс, что я не знала, знаете вы об этом или нет, я использую SPF. Неплохой SPF, но он вроде как флюид. Но я все-таки потом бы взяла какую-то текстуру полегче. Все равно мне вот этот кажется плотноват, жирноват. Я уже делилась с этим с вами у себя в Instagram. Не знаю, можно назвать это в соцсети. В общем, там, да, делюсь с вами тоже какими-то бьюти находками. Так вот, оказывается, чтобы хорошо смывать SPF, а я сейчас им пользуюсь каждый день, SPF очень хорошо смывается гидрофильным маслом. Жиры классно растворяют жиры, я вам уже говорила. И в целом, даже будет такое мнение, что если у вас есть подкожники, то гидрофильное масло помогает их как бы вот растворять. Этот верхний слой. Хотя лучше, чем кислота, я думаю, не работает ничего. Гидрофильным маслом эту кожу не растворите. Но очищение более глубокое, действительно. Тем более у меня тон устойчивый, поэтому мне нужно прям хорошо очистить кожу. Тут у меня тоже стоит термальная вода. Ну, в общем, очищение это вот гидрофильное, умывалка, если надо, досновые глаза и тоник. Этот тоник я покупала для того, чтобы протирать лицо, когда я пользовалась кремом с кислотами. И у меня кожа была гиперчувствительная, у меня были шелушения, у меня все слазило. Причем я это делала летом, там были мягкие кислоты, но тем не менее мне нужен был какой-то мягкий лосьон. Так вот, от этого все было хорошо. А вот от Доктор Джарт, тоже, если у вас проблемная жирная кожа, это очень классный лосьон. В нем много тоже кислот, там чайное дерево, но он прям ядреный. И вот у меня там немножко его осталось. Сейчас я им не пользуюсь, но периодически, опять же, после всех этапов, перед нанесением крема я его наношу. Он подсушивает, написано, что он балансирует PH. В общем, тоже сказала его по рекомендациям, и он мне очень понравился. Также я по рекомендациям заказала вот этот вот артфакт с алициловой кислотой и молочной. У меня такие же пады были с iHerb. Кто меня давно смотрит, знает. Так вот, с iHerb мне они понравились больше. Это, ну, такое, на трочку-четверочку. То есть, стоит у меня в сторонке. Например, вот Dr.Jart вообще прям супер понравилась. Здесь, наверное, рекомендовать не буду. Дальше, после тоника я использую крем. Вы знаете, мою любовь к Shiseido. Почему не затрудничаю? В общем, люблю их, правда, всем сердцем. Давно пользуюсь этими кремами, кремами, вы знаете. Но тут же, опять же, по совету косметолога, я взяла вот этот вот Биодерма. Этот крем идет для жирной, но обезвоженной кожи. Опять-таки, если в уходе есть средства с кислотами, и в целом, когда кожа жирная, но пересушенная, очень классно. Есть еще не Sensitive, а просто крем тоже из этой линейки. Его просто тогда не было в наличии. У меня это уже второе средство. Написано там, что он действительно контролирует не просто выработку себума, но еще и влияет на состав кожного сала. Я не знаю, так это или нет, но почему-то кожа у меня стала лучше. Как бы, понятно, кислоты работают. Может быть, там все вместе. Может быть, очищением, что я вам обещала поделиться тем, что мне нравится. Но лицо, правда, стало лучше. Понятно, что чем меньше стресса, тем больше воспалений. Про психосоматику мы же с вами разговаривали, но мне кажется, уход тоже частично влияет. Какие-то аптечные средства, мази советовать не буду. Все индивидуально. Я тут одним средством сожгла себе лицо. У меня аж прям покраснение было вокруг глаз. Я не могла ни накраситься, ничего. Короче, все эти аптечные вот именно мази, гели, про это рассказывать не буду. И вы, кстати, еще у меня спрашивали, делаю ли я какие-то процедуры у косметолога сейчас, что нравится, что не нравится. Я делаю пока что только чистки и пилинги зимой. Весна, лето, наверное, начало осени у меня домашний уход. Потому что из кислоты у меня сейчас идет салициловый, вот этот тоник. И еще крем, который я использую от прыщей, он тоже, насколько я знаю, по-моему, он идет с кислотами. Но уже такой глубокий осенью, когда солнышко неярко, зимой я делаю пилинги. Никакие уколы красоты я не делала пока что. Я задумывалась о том, чтобы сделать, знаете, какую-нибудь, как они называются, биоревитализацию или коктейли с витамином С. Я знаю, различные есть коктейли для улучшения цвета лица. Я ни разу не делала. И тоже хотела, чтобы вы мне посоветовали, может быть, какие вот такие вот уколы, бьюти-коктейли вам нравятся, вы делаете. Потому что я не делаю, я как-то боюсь всех этих штук. Пока, ну, то есть никаких-то бодоксов, понятно, мне не надо. Мне как-то был бзик два года назад, что я хотела сделать себе носогубку. Зачем вообще все эти проблемы? И про губы кто меня спрашивал, я делала, по-моему, в прошлом году, осенью, если я не ошибаюсь, 0,5 последний раз. То есть там, по-моему, я делала 0,5 осенью и 0,5 в декабре. Ну, то есть, по-моему, каждые полгода я добавляла по 0,5, и вот сейчас не делала. И пока как-то мне кажется все гармонично, красиво. Пока мне не хочется ни коротко стригать, ни губы делать. Вот, поэтому ничего такого не делала. Но если вы посоветуете какие-то такие мезоездные делаю, хотя я не до конца знаю, что это такое, но напишите. Мне будет очень приятно почитать. Я всегда читаю ваши рекомендации. И остановилась я на креме. Мы с вами ушли от темы. Вот, в общем, у меня на каждый день вот эта биодерма, биодерма. На глаза у меня вот эта вот сыворотка от Estee Lauder Ночная. Она, конечно, шикарная. Просто это какая-то любовь. Но я ее использую чуть-чуть. Тут у меня тоже цикопласса для рож. Я им пользовалась, опять же, когда у меня были сушенки, когда кожа шелушилась. И иногда наношу вот этот крем от Shiseido. Он идет с SPF. Но пока, честно, я его убрала. То есть у меня уже второй чубик вот этого. И в целом, если вы тут посмотрите, здесь еще вот это средство. Кстати, я хочу нанести на лицо для загара. И в целом, наверное, из ухода самое основное, самое классное, самое работающее. Я вам как раз-таки показала ничего такого сверхъестественного. Я не буду говорить, что крематом как-то меняют мою кожу еще что-то. Мне кажется, все всегда в комплексе, как я вам уже говорила. Это питание, образ жизни, ментальное здоровье. Мне кажется, у меня есть такие периоды, когда я ем все сладкое, жирное, острое. У меня кожа идеально в состоянии. Как только я начинаю стрессовые моменты, начинаю нервничать, переживать, что-то себя начну накручивать, как бы я правильно ни питалась, даже если без сахара, без кофе, вообще без всего, меня обсыпает. Поэтому я понимаю, что да, питание влияет, но вообще не всегда. И уход то же самое. Я иногда могу забыть, не нанести крем, не нанести тоник, просто умыться, ну, например, там, гидрофильным какой-нибудь пенкой. И все. И тоже кожа хорошо реагирует. Поэтому тут все в комплексе. Но я надеюсь, что вам было полезно, потому что вы просили вот мой такой мини-бьюти-столик. Я думаю, потом уже где-нибудь в октябре, в конце, может быть, показать вам именно подборку среза с кислотами. Тоники еще помимо вот этого, я уже в этом видео не буду вставлять, потому что и так оно получается длинным. Но тоже, если вам будет интересно, то напишите мне в комментариях. Брови я сейчас уже, на самом деле, поздно. Я не буду, наверное, красить. Честно, мне лень. Я оставлю это для другого видео. И вообще, не знаю, может, не буду это вставлять. Мне кажется, я уже 10 раз с вами красила брови. Вы знаете, как я крашу, чем я крашу. Сейчас у меня по плану умыться. И пойду включу сериал. Я надеюсь, что вам понравился этот влог. Я всех вас целую, обнимаю. Желаю сегодня уютного, теплого вечера. И увидимся с вами совсем скоро. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok